У меня представляется, что строительство, ускоренное развитие метрополитена – это абсолютно правильная стратегия. В крупных городах нужно развивать прежде всего общественный транспорт. И для того, чтобы люди пользовались этим общественным транспортом, а не личным, нужно прежде всего улучшать комфорт этого общественного транспорта. То есть поезда должны ходить чаще, и они сами по себе должны быть более комфортными. Кроме того, я думаю, что, возможно, нужно делать все, чтобы цена за эти поездки на метрополитене были невысокими, чтобы ими было удобно, комфортно пользоваться. Ну, я, например, езжу в метро, но не часто. И я могу сказать, что мне неудобно. Вот купил билет, а какое-то время он сгорает. Почему сгорает? Непонятно. Почему он должен быть обязательно? Только какой-то период. И он должен быть достаточно большой, длительным. Купил, вот так, чтобы, знаете, вот как я бы хотел. Купил на год. И пользуешься, так сказать, в течение года там. И тебе считают каждый раз, сколько раз ты съездил. И в конечном итоге эту сумму как-то списывают с общей и так далее. Вот такие, нужно максимально упростить все-таки пользование метрополитеном с точки зрения оплаты. Кроме того, конечно, нужно делать Wi-Fi бесплатный, нормальный в метрополитене. Я вот езжу тоже, когда вижу, что Wi-Fi плохой, надо прямо сказать. Руки выдергивать тому, кто это все сделал. Послушайте, ну в мире огромное количество метрополитенов. Везде прекрасные, во многих прекрасные Wi-Fi. Нужно, конечно, этот вопрос решать. Кроме того, самая станция метро, там сейчас сделали большую чистку. Убрали огромное количество вот этих самоостроенных полукриминальных киосков. Это очень правильно. Но вместо них нужно построить настоящую хорошую структуру, чтобы вокруг станции метро была такая инфраструктура, чтобы люди могли и чашку чая выпить, кофе, встретиться, и чтобы что-то прикупить себе и так далее. Таким образом, между прочим, метрополитен мог бы и зарабатывать вместе с городом. Нужно перенаправить торговые потоки, в том числе вот в эти такие кусты вокруг станции метрополитена. Это, конечно, тоже было бы в достаточной степени удобно. И у нас очень неплохо отработана система связи метрополитен с автобусами и с электричками. Но это наследие советских времен. Тогда они все сделали. Нынешние власти пытаются сделать перехватывающие парковки на устанции метрополитена, но делают они их плохо. Эти перехватывающие парковки практически не работают. Я в своем районе могу сказать, не буду говорить, какое, не так важно, потому что в других местах это тоже. Он сделан, эта перехватывающая парковка сделана так, что это как бы со стороны центра в области. Поэтому для того, чтобы туда поставить свою машину на парковку, вы должны заехать и постоять в пробках минут, может быть, зачастую 15-20, поставить, только с этого войти в метро. Ну, это неразумно. Люди не хотят тратить такое большое количество времени. Поэтому перехватывающие парковки должны быть сделаны так, чтобы на них было легко приехать и легко с них было уехать. Тем более, что происходит все это часы пик и так далее. Если будут хорошие перехватывающие парковки, то это будет очень серьезно подспорить. Большое количество людей будут оставлять в автомобиле. Сейчас они их не оставляют, потому что люди, делающие перехватывающие парковки, свое дело завалили. Также по выделенным полосам. Вот я считаю, что наша мэрия московская должна взять, к примеру, мэрии Стамбула. У нас сделали эти выделенные полосы. В результате отобрали территорию автомобилистов, но автобусы ездят там очень редко. Стамбуле пошли по другому пути. Вот там они их даже делали выделенными, эти автобусные полосы совсем огородили. Но там приходишь на остановку, и ты видишь этот автобус, который не так давно ушел до тебя, и автобус, который подойдет след за твоим. То есть автобусы идут с периодичностью буквально 20-30 секунд. Это значит, что это очень интенсивная получается полоса. Она пропихивает пассажирам больше, чем это было возможно. Я думаю, что на каких-то самых загруженных шоссе вполне нужно сделать вот такую вот именно линию автобусную, которая очень много перевозила бы людей очень быстро. Это очевидные направления развития, которые должны быть. Ну и, конечно, просто нужно сделать станции метро еще больше. Хорошо делают, больше, чем делали. Но нужно строить еще больше. Москва, огромный город, кстати сказать, эти станции метро нужно строить не только в Москве. Нам вот сейчас говорят «Новая Москва», я, например, категорически противник концепции «Новой Москвы». Я считаю, что нам не нужна огромная распухшая Москва, в которой будет жить четверть населения России. Нам нужно размосквение России. То есть нам нужно специально центр развития экономики переносить в другие города. Категорически против всех этих розовых вагонов, да, потому что они будут простаивать и не будут в них ездить девушки. Наши девушки предпочитают с ребятами ездить, да, в том числе в час пик, и никаких приставаний, особенных в метро не боятся. У нас там в темных переулках и парках вот там есть проблема, да, или с каким-нибудь джихад-такси, да, есть проблема. А с метро никакой проблемы нет. А что касается мусорок, конечно, хорошо бы иметь мусорки. Они были в свое время, но были убраны по причинам антитеррористической безопасности. И мы знаем, после нескольких взрывов метро абсолютно есть резон это делать. Что касается круглосуточного метро, насколько я понимаю, это невозможно по техническим причинам, поскольку требуется какое-то время для выполнения технических работ на станциях. А вот прибавить еще по полчасика для работы метро с обоих сторон, это надо посмотреть, спросить москвичей, как по трафику получается и так далее. Ну, вечером, я думаю, точно желательно еще прибавить, потому что я не очень знаю много людей, которые говорят, ну, кроме тех, кто приехал на поезде, что вот метро еще не открылась, у меня проблема. А то довольно много знаю людей, которые говорят, ну, вот метро уже закрылось, поздно. Все-таки вечерная ночная жизнь, она в крупных мегаполисах тоже идет, поэтому прибавить полчасика, может быть, час еще в ночное время работы, это было бы логично.